Это новости итоговая программа и мы продолжаем. Юбилей документу, который является ядром всей правовой системы России. 12 декабря исполнилось 20 лет основному закону государства. Об этом писали все газеты. В этот день в 1993 году всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации. Это стало одним из ключевых событий в истории современной России. Конституция 1993 года впервые признала высшей ценностью права человека, а не идеологические догмы и поставила на первое место демократические свободы и личные интересы граждан. Кстати, действующая Конституция пятая в истории России, но первая, принятая всенародным голосованием. Еще 14 февраля этого года президент Владимир Путин подписал распоряжение о праздновании 20-летия принятия Конституции Российской Федерации. С идеей открыть музей, посвященный основному закону, выступила Ассоциация юристов России. Кроме того, сенатор Валентина Матвиенко предложила сделать этот день нерабочим. Если парламентарии поддержат инициативу, то, возможно, в следующем году, 12 декабря, мы будем отдыхать. О чем еще писали газеты на этой неделе, в обзоре прессы расскажет моя коллега Екатерина Машковская. Здравствуйте. За неэффективную трату бюджетных средств чиновников будут сажать. Об этом читаем в газете «Известия». Освоение государственных средств должностными лицами без запланированного результата станет караться максимальным сроком в 7 лет. Такие меры предусматривает законопроект, который предполагается внести в Государственную Думу в январе 2014 года. Законопроект подготовлен в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина, который он дал на госсовете в октябре этого года. Срок исполнения – февраль 2014 года. Пока нормативный акт еще проходит стадию формирования. Все жестко зарекламентировано. Будь то это средства обязательного медицинского страхования, будь то это средства бюджета, потому что есть согласительные комиссии, есть балансовые комиссии, которые утверждают, есть контролирующие органы, которые проверяют. Поэтому просто вот, или это мы имеем в виду чиновников очень какого-то там высокого уровня. Пока вот сходу, так не могу ответить, кто может так вот и налично распоряжаться бюджетом. Так что бюджет очень жестко контролируется. Россия стала лидером в мире по оттоку грязных денег из страны. Об этом читаем в аргументах недели. Отток грязных денег из развивающихся стран увеличился в 2011 году на 14% по сравнению с предыдущим. Самый большой отток зафиксирован в России, из которой незаконно вывели 191 миллиард долларов. Таковы данные проведенного исследования. Китай покинул 151 миллиард долларов, а Индия около 85 миллиардов. Лидером по оттоку за последние 10 лет стал Китай. На втором месте с 2002 по 2011 год Россия. Деньги должны оставаться в стране максимально. Деньги должны работать на благо страны, на благо населения, которое здесь есть, безусловно. Поэтому если есть такие каналы, их надо, конечно, пресекать, эти каналы. Если есть недоработки в каких-то законодательных актах, позволяющие, скажем, уводить эти деньги, здесь нужна работа по исправлению этих законодательных актов. Демонстрационный образец автомобиля для чиновников будет впервые представлен в начале следующего года. Об этом заявил министр промышленности Денис Мантуров, пишет российская газета. Будет представлен седан, а в макетах микроавтобус и внедорожник. Серийное производство седана может быть запущено в конце 2016 года. Проект «Кортеж» предполагает разработку и производство автомобилей, предназначенных для перевозки и сопровождения первых лиц государства, а также других лиц, подлежащих государственной охране. Общая стоимость проекта оценивается в 22-24 миллиарда рублей. Намечен выпуск до 30 тысяч автомобилей в год. Но если этот автомобиль будет по своим характеристикам соответствовать нормальным, хотя бы не передовым, но хотя бы более-менее приемлемым требованиям мирового уровня, я буду только за. Но я боюсь, что этого не произойдет. Потому что я как-то, честно говоря, я скептически отношусь к отечественному автопрому. 9 декабря в России отмечался День Героев Отечества. Праздник относительно молодой. Он появился в календаре в 2007 году. На Вологодщине в минувший понедельник к этой дате было приурочено несколько мероприятий. В родной земле захоронили бойца Красной Армии Николая Бутышева. Этому событию предшествовала большая работа поисковиков, которые провели раскопки на месте печально знаменитой Любанской наступательной операции. Имя нашего земляка удалось установить по медальону. О Героях Отечества материал нашего корреспондента Павла Громова. Достойные проводы на родной земле. Семья Николая Ивановича Бутышева ждала этого момента больше 70 лет. С того дня, как в дом принесли страшную весть на обычном клочке бумаги, глава семьи без вести пропал на фронте. Его дочери Александре тогда было 7 месяцев. И об отце она узнает значительно позже. Из рассказов матери, мечтой всей жизни станет найти хоть какие-то упоминания о близком человеке. Нашли останки, поисковики. Ой, так плакала сразу от радости, что при жизни моей нашелся отец. Все очень переживаем. Ну, теперь хоть есть куда поклониться, проходиться. Николай Бутышев родился в деревне Ивлашево, тогда еще Кубинско-Озерского района. И уже в первый месяц войны его призвали в армию. Весточек с фронта было немного, а меньше чем через год письма приходить перестали. Только сейчас семья узнала, где и как погиб Николай. Это произошло около деревни Мостки Новгородской области в ходе боев в Любанской наступательной операции. Он числился пропавшим без вести в марте 42-го года. И, ну, соответственно, наверное, как раз в это время там 59-я армия вела тяжелые бои. Помогал второй ударный выходить из окружения. И именно в это время он там и погиб. Погиб за немецкой обороной. То есть он и перешел в первую линию немецкой обороны. Останки красноармейца нашли в 100 метрах от железнодорожной насыпи вместе с другими участниками того сражения. Опознать Николая Бутышева удалось благодаря сохранившемуся медальону. Поисковый отряд сразу же связался с Вологодским филиалом военно-мемориальной компании и администрацией области. Было решено останки павшего воина перезахоронить на родной земле. Николай Бутышев – один из немногих волокжан, кто смог спустя 70 лет все-таки вернуться домой с войны. Все благодаря поисковикам. С 2002 года удалось найти и опознать около 300 вологодских фронтовиков, которые числились пропавшими без вести. Где находятся остальные 80 тысяч бесследно исчезнувших волокжан, до сих пор неизвестно. Но, несмотря на это, поиски бойцов продолжаются. Удается обнаружить и потерянные награды, которые искали героев долгие десятилетия. Энгельс Пупцев – уроженец Тотемского района. В ноябре 43-го его призвали на службу. В 45-м, во время висло-одерской операции, он был ранен, но после госпиталя вернулся в строй и позже участвовал во взятии Берлина. Военная служба закончилась для него в 1950 году и после демобилизации фронтовик приехал в Вологду. Уже в послевоенные годы он получил медали за освобождение Варшавы, за победу над Германией. А вот медаль за боевые действия в столице фашистской Германии ждала его 68 лет. Там они не успели мне вручить. Я знал, что это было. Как-то не успело, получилось, что у меня осталось, а медаль не вручили. И так оно лежало у меня, лежало. Потом я решил, дай, отдай, пошлю. Энгельс Евгеньевич подал заявку, приложил к ней наградные документы. И вот историческая справедливость восстановлена. Торжественная церемония прошла в канун Дня Героев Отечества. День Героев Отечества относительно молодой праздник. В календарях он появился с 2007 года. Теперь этот день не только дань памяти погибшим воинам, но и чествования ныне живущих. Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров Ордена Святого Георгия и Ордена Славы. Новогодние игрушки изо льда, сюжеты на стеклах. В Вологде с каждым днем становится все нарядней. И уже есть уверенность, что зимний цветущий город ни в чем не уступит летнему. В Вологде выбрана новогодней столицей страны. Ответственность огромная. Теперь елочка красивая. Этот детский сад в числе других получил возможность стать участником конкурса «Зимний цветущий город». По его условиям сделать новогоднюю столицу сияющей смогут сами в Вологжане. Самые нарядные учреждения и организации администрации областной столицы наградит. Мы видим, что 44 объекта на территории города на сегодняшний день уже оформлены. И жители города могут видеть результаты, что называется, на лицо. Оформили свои фасады, оформили входные группы или же оформили торговые залы. Заявки на участие «Зимний цветущий город» принимают уже сейчас. Последнюю можно будет подать за 4 дня до Нового года. Лучшие новогодние композиции назовут уже в конце января. В Череповце все городские новогодние ели уже установлены на площадях металлургов, химиков и у дворцов Северного металлургов и строителей. На этой неделе специалисты позже надзора проверили готовность череповецких школ к проведению новогодних праздников. Елку устанавливаем на устойчивом основании. Расстояние от веток до макушки елки, до стен и потолка должно быть не менее одного метра. Использование пиротехнических изделий запрещено. Допускается использовать электрические гирлянды. В помещении должны быть огнетушители, памятки о правилах пожарной безопасности и специальные дежурные. Пути эвакуации не должны быть захламлены, а двери обязаны быть оснащены простыми запорами для быстрого открывания. Все это немаловажно для удачного празднования Нового года. Сердце без границ. Под таким названием прошел в Череповце завершающий галоконцерт интегрированного фестиваля «Стремление к солнцу». На сцене Дворца химиков дети с ограниченными возможностями вышли на сцену с обычными детьми. Творческий коллектив «Неразлучные друзья», где как раз занимаются дети-инвалиды, покорил сердца зрителей. Причем не только череповецких. Они получили гран-при на международном конкурсе инклюзивного танца, обойдя при этом конкурентов из 22 регионов России и стран зарубежья. Давайте вместе порадуемся за наших детей. Легко ли дотянуться до солнца? Это как поймать синюю птицу удачи за хвост. Мечтать и чтобы мечты сбывались. Этого хотят все. Но путь к достижению цели у всех разный. Даша, Женя, Руслан и их друзья – дети необычные. Не такие, как большинство. Но как самые обычные они мечтают. Петь, стихи читать, танцевать. Свои таланты им помогли раскрыть в клубе «Дружба». Руслану 11, и он обожает танцевать. «Сейчас мы учим моряский. Вот это моряский. Мне очень нравится здесь». На этой неделе ребята участвовали в уже традиционном для череповца празднике «Стремление к солнцу». При поддержке администрации города интегрированный фестиваль организовали во Дворце химиков. Долго репетировали. Несколько раз. Репетировали, репетировали, но потом же помнили. Каждый номер продуман до мелочей. На одну сцену выходят обычные танцоры и дети-инвалиды. Выходят, чтобы почувствовать себя счастливыми. Чтобы получилось все красиво, синхронно, легко, нужно много упорства. Ведь научить детей с ограниченными возможностями здоровья двигаться музыке в такт не так просто. С ними работать посложнее, чем мы будем одни работать. Но нам это нравится, мы им и помогаем. Большое счастье выступать с такими детьми и дарить какие-то свои позитивные эмоции. И чтобы они улыбались. Волшебство музыки и сцены околдовывает, помогает забыть трудности хотя бы на время. Ведь для каждого из них жить значит постоянно бороться. Хорошо, что не в одиночку, с родителями. Про таких говорят, им при жизни памятник поставить нужно. Научились жить просто сегодняшним днем. Раньше я тоже планировала как-то и чего-то. Очень часто все срывается. Поэтому как бы дети непредсказуемые. И как сказать, то есть вот сегодня прожили, слава богу. У Кристины проблемы с позвоночником. Отсюда и все остальные беды. Операции, лечение, реабилитации. Но прогресс, к счастью, есть. Девочка даже ходит. Правда, танцевать все же на коляске предпочитает. А еще мастерицей оказалась. Я люблю заниматься бисероплетением. Плету из бисера разные поделки. Хлопочет о своих ненаглядных и папа Александр Сметанин. У него трое детишек. Старшеньким Вике и Жене нужно особенно много его внимания. Все нужно суметь. И в столице, Москву, Питер, где доктора, аппаратура, девочек возить. И сюда водить на танцы. А детям вот они приезжают, они все. Я как бы дома сижу с маленьким, у нас еще третий ребенок есть. Они приезжают такие все. У них просто такой восторг на лице. Ну вот это счастье для ребенка. Танцевать и вправду хорошо получается. Дружба даже выступает в других городах. Дети участвуют в конкурсах. А в этом году они заявились на фестиваль международный «Инклюзив Дэнс» с очень представительным жюри. По условиям конкурса в Москву послали записи выступлений. Два видео в номинациях «Народный танец. Инклюзивная пара» и «Народный танец. Инклюзивный коллектив». И победили. Сразу в двух номинациях. К слову, в этом конкурсе ребята ставили номера с родителями, ведь они неразлучные друзья. Всего в конкурсе приняли участие 60 коллективов и пар из 22 регионов России и других стран. И в честь победы череповщан пригласили на галоконцерт в Москву. А там снова сюрприз. Да еще какой. Потом уже в конце в самом явили, что кто же у нас все-таки занял главный приз, гран-при нашего фестиваля. И вот оказалось, что мы разделили гран-при с очень замечательным коллективом «Параллели» из города Липецк. А что это значит? Да то, что все этим ребятам и их родителям по плечу. Все у них получится. Им под силу встать на ноги и поймать свою синюю птицу счастья и дотянуться до солнца. Свет и солнца должны нести тепло и свет. Когда смотришь на этих ребят, на их родителей, невольно заряжаешься положительной энергетикой. Это ведь пример того, что возможности человека на самом деле безграничны. Я полностью согласна, Саша. Хочется, чтобы все их желания, да и всех детей обязательно сбылись в новом году. Кстати, твой сын уже написал письмо Деду Морозу? Еще нет, но обязательно напишет. Кстати, теперь Деду Морозу можно писать и в интернете. Удобно. Это были новости и итоговая программа. До встречи. Увидимся обязательно через неделю. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА